Казахстанцу, который в сентябре 2019 года, управляя автомобилем, сбил 7-летнего мальчика в Южной Корее, смягчили наказание. Напомню, это дело вызвало большой общественный резонанс, так как наш гражданин находился в городе Ченвон нелегально и после совершения ДТП скрылся. В зале суда находится наш корреспондент Владислав Цой, он готов рассказать подробности процесса в прямом эфире по телефону. Да, Растан, сегодняшнее утро было добрым для подсудимого казахстанца, ему смягчили приговор. В январе этого года его приговорили к 2,5 годам лишения свободы, хотя прокуратура требовала 5-летнего заключения. Адвокат подсудимого подал апелляцию, так как считал наказание слишком суровым. Также сотрудники посольства Казахстана в Сеуле обратились в Южнокорейский МИД и прокуратуру с просьбой пересмотреть это дело. И вот сегодня судья сообщила, что 20-летний Сырым, так зовут казахстанца, приговорен к 2 годам исправительных работ. Учитывая, что он находится в следственном изоляторе с октября прошлого года, ему осталось находиться за решеткой около полутора лет. Владислав, а как отреагировал сам подсудимый на такой вердикт? Ну, Сырым согласился с приговором и поблагодарил суд. Вот ранее на встрече со своим адвокатом он сообщил, что если ему увеличат срок лишения свободы, то он обратится в посольство Казахстана для того, чтобы отбывать наказание на родине. А так как ему смягчили наказание, то он будет находиться в Корее. У меня пока вся информация, Арстан. Спасибо. Мой коллега Владислав Цой информирует нас из Южной Кореи. Субтитры создавал DimaTorzok